Всем привет, меня зовут Валентина и сегодня я хочу показать распаковку сайта New Chic. Всего будет три вещи, но поверьте, видео будет очень увлекать, потому что я сняла просто микс. Это и распаковка, и находки second hand, и лукбук. Начнем с первого купальника. Очень классный, цельный. Мне безумно понравился вот этот расцвет. Сзади орнамент на спинке повторяет уменьшенную версию орнамента спереди. Очень красивое цветовое решение. Спинка более закрытая, то есть, знаете, есть купальники, которые, например, от поясницы открыты. Здесь же практически по лопатке все будет спрятано. Мне нравится то, что здесь есть разъемы под чашечки и вставлены небольшие поролоновые подкладки, что позволяет красиво поддерживать грудь, и плюс это смотрится очень изысканно. Качественный материал, безумно классно все прошито, ценовая политика приятная. Смотрите, я смотрела купальники Lucky Reef и еще парочки брендов. Ценовая политика их стартует от 2000 гривен. Вот такой вот купальник. И следующий, который я покажу, стоит порядка 500-600 гривен, если я не ошибаюсь. То есть, это в разы дешевле. Качество, повторюсь, отменное. Вот плотная ткань, хорошо прошита. Выполнена очень качественно, как снаружи, так и внутри. От меня только будут положительные рекомендации. Ссылки на все вещи я закрепляю в инфобоксе. Мой следующий купальник. Задумка у него идентичная предыдущему. Здесь тоже спереди красивый орнамент, такой вот, как лица человека, да, что ли, перекликается. Что-то от Пикассо. Ну, а сзади, на спинке, мини-версия того, что представлено спереди. Если честно, на сайте представлено много расцветов купальников. И вот в такой вот гамме, и в той, что я показала предыдущей, немножко разные цветовые решения, направления узоров. И я еле-еле выбрала. Но я считаю, что я не прогадала, потому что за такие деньги, такое классное качество отыскать, пробуйте еще. Для тех, кто любит загорать на пляже, конечно, такая модель не совсем актуальна. Я, например, беру с собой несколько купальников на пляж, и в первую половину дня я хожу в открытых. Ну, а когда становится прохладно, то накидываю вот такие вот. Они более имиджевые, для бассейна, но какие же они приятные. Еще один лайфхак от меня. Я люблю вот такие вот купальники использовать как топы. То есть сверху просто накидываю шорты, либо юбку, либо пляжные брюки. И вот такие вот, получается, интересные верха, как маечки. Ну и третья вещь, вы ее, наверное, уже заметили, это вот эта вот кожзам-рубашка. Маст хэп, мне кажется, у каждого гардероби такая должна быть, я сколько пересмотрела тенденции модных с ней. В общем, я решила показывать ее не просто вот так, а придумала несколько образов с ней. И покажу, как классно она вписывается в гардероби. Итак, лук номер один. Здесь мы используем эту рубашку как накид. На днях в секонд-хенде я нашла футболку от Givenchy, оригинал. Здесь вы ее видите на видео. Также подойдет моя юбка от бренда Zara с классной плессировкой, юбка в клетку. На ногах у меня обуты босоножки Mojito на высоком каблуке белого цвета с металлическими вставками. И также здесь используется сумка, купленная в секонд-хенде. Это моя собственность. Теревянная, у меня есть подобная от Figlimon, но это от английского бренда. И также в качестве аксессуаров я решила надеть мой обруч от Faberlic. Очень интересный летний лук. Когда, например, слегка похолодало и можно взять эту рубашечку, накинуть, мне кажется, она классно смотрится и очень стильно дополняет. Сразу хочу сказать, что у нас сейчас такое лето непредсказуемое. То есть утром может быть плюс 38, как я снимала вот этот ролик, а вечером уже в 16. Поэтому я постаралась создать наряды многогранные и чтобы луки получились приемлемые под любую погоду. Следующий образ здесь, опять же, это кожзам рубашечка, платье комбинация от бренда Zara в анималистичный принт, маленькая микросумка, расшитая бисером и мои любимые кожаные мюли от Bali. Они потрясающе крутые. Мне кажется, вместе тоже смотрятся интересно. Некоторые вещи, которые я показываю в этом образе из секонд-хенда, вы можете приобрести у меня в аккаунте showroom Trendy Forever, ссылка на который я оставляю тоже в инфобоксе. Следующий образ здесь у меня используется корсет черного цвета, украшенный вышивкой. И на этой вышивке есть и нити, и бисер. Далее здесь юбка длиной миди белого цвета, кружевная, с бахромой от бренда Republic, если не ошибаюсь. Мюли я оставила те же самые и накинула рубашку. Как вам такой лук? Кстати, мне будет интересно, если в комментариях потом вы напишите, какой из всех показанных образов понравился вам больше всего. Отдельно хотела отметить, что это видео я снимала, когда на улице было, честно, 38 градусов. Поэтому, пожалуйста, оцените это видео лайком за старание, потому что так жарко мне не было, наверное, никогда. И заранее хочу извиниться за прическу. Я, конечно, думала там разные образы, и так завязать, и так. Но по факту я могла только сделать гурьку, потому что неимоверно было душно. Следующий образ. Здесь, опять-таки, используется эта кожзамб рубашка. Но только сейчас вы увидите застегнутой. Здесь надета юбка красивого фоксиного цвета с большими красными цветами фактурными. Я в этом сезоне, наверное, повторяюсь уже не первый раз, но очень полюбила сочетание красного и фоксиного, красного и оранжевого. Раньше это было моветоном, сейчас прям с удовольствием смотрю. Мюли я оставила те же, и нашла вот в секонд-хенде такую интересную вещицу. Это такая вот накидка черного цвета, вязаная, с цветами. И мне кажется, цветы в гамме перекликаются с принтом на юбке. Это накидка от бренда Esprit. И знаете, где я ее нашла? В секонд-хенде Великошапа, в контейнерах, там, где все было по 10 гривен за килограмм. Такая интересная висичка. Я думаю, что она у меня будет часто использовать. Я люблю какие-то оригинальные аксессуары, которые, знаете, даже берем самый банальный образ, хоп, и выручают. Следующий образ. Здесь у нас рубашечка. Под низом одеты топ винтажный от бренда Versace. Этот топ просто хочется рассматривать. Он идет с пайетками, с какими-то немыслимыми бусинками, с какими-то пружинками. Он укороченный. Но здесь брюки на такой высокой посадке. Брюки, кстати, тоже винтажные, что кажется, что будто бы топ длинный. Нет, он коротенький, такой вот, как полосочка вообще носится. Брюки классные, шикарного качества. Я обожаю винтажные модели за вот эту вот добротность, за практичность. К сожалению, сейчас редко можно встретить вот такие вот интересные изделия. На ногах у меня обуты мюли с острым носочком, и они полностью тоже украшены камнями, бисером. Каблучок невысокий, рюмочка, застегиваются очень интересно, так обхватывая ножку. И я решила сделать акцентное пятно здесь и использовать сумочку бордового цвета, тоже расшитую бисером. Возможно, вы скажете, что слишком много этого материала здесь используется, но иногда вот хочется такого чего-то фееричного. Я уверена, что этот образ покажется очень экстравагантным, может, даже эксцентричным. Здесь у меня кожзам-рубашечка, и под ней надето платье-сетка. Это мега актуальная вещь. У рубашки такая правильная длина, что она прикрывает пятую точку, так сказать, и поэтому можно не стесняться ходить в таком платье. Вообще, я не каждый день в таком образе буду куда-то выходить. Это я, знаете, придумала такую вот вариацию. К примеру, вот эту вот сетку я буду смело носить в пляжной моде, поверх чего-то буду надевать, например, платье-комбинация однотонного. Ну, возможно, какой-то там поход в ресторан и вот такой вот образ применю. Если буду совсем стесняться, я же могу, к примеру, одеть кожзам-брюки вот в тонг этой рубашки, тогда это будет более скромненько выглядеть. Следующий лук. Ну, и он такой уже, наверное, либо более под холодную пору года осенний, либо когда у нас совсем погода испортилась. Итак, здесь у меня кожзам-рюбашка, белые брюки. И я здесь немножко прогадала с тоном. Я хотела, чтобы вот эта манишка, которую вы видите, купленная в секонд-хенде, кстати, она была тон в тон с брюками. Я уже смотрела готовый материал на большом экране. Вот только тогда я заметила вот эту вот разницу в тональности. На камере, на телефоне, когда это снимала, сказали, что всё, оно совпадает. Ну, это такая, на будущее будет уроком. А вообще, очень понравилось. Это образ мюли здесь те же самые используются, которые я вам ранее показывала. Чёрный-белый, да, классика жанра. Но берём такие нестандартные вещи, как манишку и рубашку вот такую вот. И получается очень необычно, нетривиально. Образ навеянной эпохой хиппи. Кожзам-рюбашка сверху. Вот такой вот интересный жилет коричневого цвета под замшу. С бахромой. Джинсы заужены от бренда Акне. Я бы, наверное, хотела, чтобы они здесь были клёшем. Так смотрелось бы более эпохально. И мои босоножки, купленные в Хумане несколько лет назад, кожаные. Вообще, этот образ я вижу с многочисленными украшениями, браслетами, бусами, колье, с кулонами, с серьгами. Но напоминаю, что на улице было 38 градусов. И ещё в этот момент у меня начались проблемы с машиной. Мы переодевались в машине. И у меня бортовой компьютер выдал ошибку, что вот-вот сядет аккумулятор. Поэтому, знаете, такая вот скорость была сумасшедшая. Я думала, я закипю. На этом я видео буду заканчивать. Вот такой вот был у меня интересный заказ. И я напоминаю, что если вам пригонялись какие-то вещи, то в инфобоксе вы найдёте на них ссылочки. А также рекомендую вообще посетить сайт, потому что очень много интересных не только по одежде, позиции, но и также по дому, для наших друзей меньших, для животных, для сада, огорода, аксессуары, бижутерия, обувь. Уйма всего. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вообще вам такой формат. Понравилось ли вам? Какой образ приглянулся? Либо не приглянулся? Буду благодарна за лайки и даже за дизлайки. Спасибо, что провели время со мной. Хорошего вечера.